День, уважаемые коллеги! 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 Как это выглядит на практике? Собственно, ЮПАД, кто имел возможность с ним работать, навигация. Есть ряд случаев, которые назначены на врача, который выполняет анализ. Собственно, сам алгоритм занимает небольшое количество времени, если мы говорим о реальной оценке, потому что это предварительный анализ уже загруженных изображений. Он происходит до того, как мы непосредственно приступаем к оценке. То есть по локализации, по типу окраски происходит выгрузка туда, куда-то. Там происходит предпросчет. И далее, собственно, мы переходим к тому, как нам оценить уровень экспрессии PD-L1 при помощи этого инструмента. Инструмент не является оператор независимым. То есть здесь речь не идет о том, что алгоритм делает все за вас. Вы должны выбрать ту зону, в которой будет производиться оценка. На центральной базе, так скажем, анализируется вся площадь слайда, но визуализируется тот процент позитивных клеток, который обнаружен только в той зоне, которую вы выделили. Она может быть выделена полигоном разной формы разного размера. То есть оператор или врач управляет той локацией, в которой он собирается оценивать изображение. Если полигонов несколько, то вы будете видеть оценку по каждому из них и среднее значение на слайд. Вот таким вот образом есть, собственно, процент позитивных клеток в конкретном полигоне. Если их несколько, здесь появляется еще среднее. Мы можем визуализировать и проконтролировать работу алгоритма, то есть посмотреть, что именно он посчитал. Потому что подсвечены окрашенные опухолевые клетки красными точками, не окрашены синими. И вот таким вот желтым цветом выделяется зона, которая была исключена из анализа. А теперь посмотрим, как это работает на практике. Вот, собственно, один из образцов. Мы что сделали? Мы взяли 100 случаев немелкоклеточного рака легкого. Их покрасили, собственно, клоном 263-м на винтане по стандартному протоколу. Отсканировали на сканере DP200. Собственно, залили на ЮПАД и прогнали через алгоритм. Специально я выделяла всю зону инфильтративных границ опухоли для того, чтобы посмотреть, как именно алгоритм отрабатывает в разных непростых участках. И вот это один из них. Мы видим, что в центральной части поля зрения имеется зона опухоли, которая находится в состоянии некробиоза и некроза. И если мы эту зону включаем в оценку руками, не обращаем на это внимания, то вы видите здесь многие клетки, которые мы при ручном подсчете бы не включили в анализ, они выделяются как позитивные опухолевые клетки или как негативные опухолевые клетки. То есть на это необходимо обращать внимание. В этом отношении правила стандартные. Эта зона должна быть, может быть, полигоном вырезана или исключена из анализа. И это, опять же, функция врача. То есть здесь алгоритм не протезирует эту функцию, но помогает посчитать клетки или точный процент в той зоне, которая подверглась окраске. Вот еще одна непростая зона. Опухоль врастала в перебронхиальный лимфатический узел. И вы видите, у нас есть зона лимфоидного инфильтрата, которая алгоритмом была расценена как негативные опухолевые клетки. Это тоже должно обращать на себя наше внимание, потому что мы должны прицельно определиться с той зоной, в которой мы оцениваем, и понимать о том, что алгоритм может и гистиоциты, или какие-то крупные лимфоидные элементы также расценивать как негативные опухолевые клетки. Таким образом, он завышает знаменатель, и мы можем получать искаженное значение в итоге. Кроме того, есть объективные сложности, которые возникают у алгоритма, наверное, в большей степени, чем у врача. Я думаю, что здесь никто из патологов не имеет сомнений относительно статуса ПДЛ в этом конкретном поле зрения. Но есть определенные складки среза, которые возникают в процессе многихимического исследования. И это, видите, опять же, при таком грубом подходе, если мы выделяем всю площадь ткани, которая имеется на скане, и просто отдаем на откуп алгоритму всю эту работу, то мы можем получить ложноположительные результаты при отсутствии экспрессии. Вот такие участки, где есть неспецифическое связывание хромогена. Также, вы видите, вызывают сложности у алгоритма, он их расценивает как наличие окрашенных опухолевых клеток, при том, что у врачей с определенным опытом оценки моногисхимических препаратов здесь также не возникает сложностей. Об этом тоже нужно помнить при работе с подобными инструментами. Ну, если честно, вот что мне понравилось, ну, не в фокусе слайд был отсканирован. То есть мы бы его вообще не включили в оценку, мы бы отправили его в повторное сканирование. Но алгоритму нормально, он справился. Поэтому это опять же к тому, может ли алгоритм заменить какой-нибудь вообще в принципе на сегодняшний день врача. Я думаю, что ответ очевиден, он не может заменить врача, но полезна ли эта штука в нашей реальной практике? Безусловно. Ну вот и, собственно, те сложности, с которыми сталкиваются все патологи, которые занимаются оценкой PDL1 при немелкоклещенном раке лёгкого, в этом макрофаге, как интратуморальные, так и перитуморальные макрофаги, они также алгоритмом могут расцениваться как позитивные опухолевые клетки, потому что имеют, видимо, сходные размеры. Об этом тоже нужно помнить. Это, собственно, в определённой степени осложняет его использование при низких пороговых значениях. То есть когда мы говорим о малопозитивных опухолях, которые имеют низкий уровень экспрессии PDL1 и высокий уровень интратуморальной лимфоидной или гисеоцитарной инфильтрации. То есть здесь нужно обращать внимание на это и помнить о том, как алгоритм устроен. Возможно, это связано с тем, как он был валидирован, потому что, так я понимаю, валидационные исследования были нацелены на поиск гиперэкспрессоров. То есть алгоритм более эффективен при выявлении тех опухолей, которые имеют экспрессию более 50% опухолевых клеток. Поэтому закономерно, исходя из такой постановки задачи и из таких критериев эффективности его работы, мы в границе низкой позитивности имеем больше проблем. Ну, если резюмировать, то на сегодняшний день по предварительной оценке вот этого вот объема случаев, которые мы смогли проанализировать, мы, конечно, имеем выигрыш по времени с точки зрения оценки ручной или автоматизированной. И гораздо больше выигрыш мы обнаруживаем при анализе больших фрагментов, операционных образцов, когда имеется большая площадь препарата. Но для того, чтобы использовать эффективно этот инструмент, мы должны помнить о его ограничениях, о том, что интертуморальные лимфоидные клетки, макрофаги могут восприниматься им как позитивные опухолевые клетки с одной стороны, а с другой стороны в участках с выраженной лимфоидной инфильтрацией часть клеток лимфоидного инфильтрата может восприниматься алгоритмом как негативные опухолевые клетки. Таким образом изменяется значение числителя и знаменателя. И фактически это инструмент поддержки принятия диагностического решения. На самом деле очень удобный и очень эффективный, если мы говорим действительно об оценке операционных образцов. Ну и хотелось бы еще раз подчеркнуть то, что этот алгоритм не может заменить врача, а должен быть эффективно использован вместе с ним. Он может здорово нам помочь, но не снимает с нас ответственность и не освобождает нас от той работы, которую мы делаем вручную. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо. 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 Спасибо.